Всероссийская государственная телерадиокомпания посвятила Дню Народного Единства масштабный 16-часовой телемарафон. Он доступен для просмотра на платформе смотрим.ру. Все региональные отделения ВГТРК подготовили материал об истории своих областей и краев и живущих там людей. Островные журналисты для марафона сняли материал о сахалинских корейцах. В историю этой диаспоры заглянула Валерия Иванова. У Семенова работают манзы, корейцы и русские. Это первые упоминания о корейцах на Сахалине, сделанные в 1890 году. Поток переселенцев из Кореи на остров вырос в 1904-1905 годах. После подписания договора о присоединении Кореи к Японии, правительство страны восходящего солнца мобилизовало корейских рабочих и переправило их на Южный Сахалин в качестве трудовой силы. Кого-то отправили вместо старшего брата, подлежавшего мобилизации. Кто-то записался по вербовке сам, надеясь заработать на шахте немного денег. Кого-то ловили на рынках и площадях и отправляли отрабатывать повинности на Сахалин. Здесь корейцы добывали уголь на шахтах, прокладывали железные дороги, трудились на лесоповале. Условия жизни не уступали фашистским концлагерям. За непослушание жестоко избивали недаром о железной дороге между Южно-Сахалинском и Хомском, которая была построена силами рабочих. Говорят, количество погибших здесь от голода и побоев людей больше уложенных шпал. Было очень холодно. На родине ведь нет таких холодов. И мы были обуты в резиновые сапоги. А на Сахалине было много снега. Особенно замерзали ноги. Еле добрались до Паранайска. Многих тогда японцы госпитализировали с обморожением ног. Жены и дети в основном следовали за главой семьи. Но многие остались в Корее. И так и появилась проблема разделенных семей. И те, и другие не могли даже предположить, что не увидятся никогда. А тем, кому удастся выжить более полувека, не будут знать о своих семьях. Обещания вернуть на родину завезенных на остров корейцев японцы не выполнили. А уже после отпускать рабочие руки с острова не хотела советская власть. Нужно было содержать огромные хозяйства. Мама. Мама, не слишком беспокойтесь и не переживайте. Через некоторое время я к вам приеду. Ладно, хорошо, сынок. Когда ты приедешь? Эти кадры облетели весь мир. В 1990 году был создан грандиозный проект. Впервые в истории проведен телемост Южно-Сахалинск-Сеул. Корейцы, оторванные от родины и оставшиеся в Советском Союзе через средства спутниковой связи, впервые увидели родных в Южной Корее спустя полвека. Четырехчасовой диалог для разделенных семей организовали государственная телерадиокомпания «Сахалин» и южнокорейская КБС. А в конце 1990-х годов Россия, Республика Корея и Япония начали кампанию по репатриации корейцев. Я был насильно вывезен с Сахалина в 1944 году. И вот 66 лет прожил здесь. Трудился в Советском Союзе. И теперь, когда настала свобода и открылась дорога на историческую родину, мы поедем туда. Сегодня в области живут потомки тех, кто остался на островах, выжил и построил свои семьи. Современные корейцы – часть большой многонациональной сахалинской семьи. Представители диаспоры добиваются успехов в самых разных сферах деятельности – бизнесе, строительстве, медицине, образовании, науке и на государственной службе. Валерия Иванова, Вести, Сахалин, Курилы.